Дельфа, Греция – популярный курортный город, привлекающий путешественников с разных уголков мира. Каждый турист находит именно то, что ему нужно. Здесь можно в полной мере насладиться благоприятным климатом, пляжами, достопримечательностями. Развитая инфраструктура способствует полноценному наслаждению предстоящим отдыхом. Дельфы располагаются на территории Факиды, материковая часть Греции. Город находится на величественной горе Парнас, поэтому можно представить, насколько величественна и живописна природа этих краевых. С любой точки непременно будет открыт вид на живописную долину с рощами, где растут Алиевы, и Коринфский залив. Важно, расстояние до Афин составляет около 180 километров, до Коломбаки, именно здесь располагаются известные монастыри и метеоры, 300 километров, до Патры 120. Если переплыть Коринфский залив, можно очутиться на полуострове Пелопоннес. Если внимательно изучить карту и координаты делев, можно понять, насколько выгодно располагается курорт и как интересно можно провести предстоящие путешествия. К тому же время здесь европейское, поэтому туристам будет легко перестроиться. С самого начала дельфы играют важную роль для Греции. Древние греки считали городом центром мира и связывали с многочисленными мифами, вследствие чего старались совершить паломнический путь именно сюда. Дельфы с самого начала развивали свою культуру, здесь проводились пифийские игры. Неудивительно, что в 21 веке туристы предпочитают проводить здесь свой долгожданный отдых. Археологические раскопки на территории старинного города были начаты в 1900 году. Новые исследования удалось провести в конце 90-х годов, благодаря чему дельфы официально причислили к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО. Спарта, Греция, обратите внимание. Климат дельф является средиземноморским. Летние месяцы радуют теплой погодой, но зимой все-таки нужно приготовиться к низкой температуре и частым дождям. Самые жаркие месяцы на курорте – это июль, август, воздух прогревается до плюс 30 градусов и выше. Самыми холодными месяцами являются декабрь и январь, когда температура понижается до плюс 4-12 градусов. Долгожданное путешествие лучше всего планировать с мая до конца октября. Опытные туристы отмечают, что дельфы – это достойный конкурент острова Крит, ведь небольшой город удивляет историей, культурой и архитектурным обликом. Кипр или Греция дельфы – это настоящий музей под открытым небом. Несмотря на частые землетрясения, многочисленные культурные и архитектурные памятники были сохранены. Обратите внимание, состояние местных достопримечательностей нельзя назвать идеальным, но они все равно заслуживают особенного внимания путешественников. Храм Аполлона Пифийского – это одна из основных достопримечательностей. Она существует с 6-4 столетий до н.э. Здесь до сих пор можно понять, что храм создан в честь Аполлона. Напротив храма находится главный алтарь-святилище, который удалось сохранить до наших дней, причем он создан из ценного черного мрамора. Святилище также славится постройкой с рифлеными колоннами, колоннадой, сокровищницей афинян, 5 столетия до н.э. Именно здесь туристы могут увидеть самые важные экспонаты, связанные с культурой и историей Греции. Внимание также заслуживает античный стадион, существующий с 6-го столетия до н.э. Считается, что стадион мог вмещать одновременно до 6 тысяч зрителей. Стадион находится на самой вершине и сохранился в достаточно хорошем состоянии. Туристы могут представить, как здесь сражались атлеты, являющиеся участниками пифийских игр. Внимание также заслуживает Дельфийский театр. Он был создан особенным образом. Зрители должны были видеть храм Аполлона и долину внизу. Театр находится в святилище Аполлона. Он многократно перестраивался, но все равно облик соответствует первоначальным вариантам, два столетия до н.э. Театр отличается наличием каменных скамей, орхестра и сцены. Чаша театра сформирована природным рельефом частично, но все равно потребовалось создать искусственную насыпь. Внимание также заслуживают природные достопримечательности. Например, туристы могут побывать рядом с Кастальскими источниками. Этот родник бьет из-под земли и находится вблизи скалы на горе Парнас. Родник представляет собой священный ключевой источник Делев. Толос Афины Пронои является одной из самых известных достопримечательностей Греции и Делев. Круговое строение создано в виде ротонды. Достопримечательность существует с трех столетия до нашей эры. До сих пор назначение строения неизвестно, но оно впечатляет своим исполнением. К тому же памятник создан из разных строительных материалов, в том числе известняка, мрамора. Для оформления крыши Толоса использовали статуи, изображающие танцующих женщин. Однако до нашего времени статуи и рельефы Толоса не сохранились. Толос удалось восстановить только частично, причем это знаменательное событие состоялось в 1938 году. Археологический музей Делев также заслуживает внимания. История музейного центра началась в 1902 году. В 1938 году была проведена реконструкция. Здесь хранятся древности, которые были найдены во время проведения археологических раскопок, статуи, скульптуры, античные предметы. В настоящее время здесь представлено около 6000 ценных экспонатов. Ежегодно здесь бывает более 300 тысяч человек. Вышеперечисленные в Дельфах Греции достопримечательности заслуживают особенного внимания путешественников, поэтому подробные описания будут недостаточными и здесь непременно нужно побывать. Коломата, Греция, до Делев можно добраться с греческой столицы, Афин. Ежедневно с Афин в Дельфы отправляются рейсы автобусов, раз в 2-3 часа, причем нужно заранее купить билеты. Для пути потребуется около третьих часов. При желании в Дельфы можно отправиться на один день, но желательно снять номер в отеле и внимательно изучить старинный город. Дельфы располагаются на расстоянии 10 километров от Каринфского залива. Они включают в себя небольшой поселок Галаксиди, который идеально подходит для пляжного отдыха. Здесь также можно заняться дайвингом, серфингом, венчерфингом, парусным спортом. Каждый турист самостоятельно определяет подходящий формат отдыха для себя. Планируя поездку, желательно помнить о важных рекомендациях. Местные достопримечательности заслуживают особенного внимания туристов, поэтому желательно тщательно продумать экскурсионную программу. Рекомендуется запланировать пляжный отдых. Купальный сезон обычно приходится на май, октябрь. Можно запланировать активный шоппинг и посещение местных кафе. К тому же обслуживающий персонал часто знает русский язык. В Дельфах доступны разнообразные гостиницы, поэтому можно выбрать подходящий вариант по цене. Планируя посетить Дельфы в Греции, можно правильно спланировать предстоящий отдых и в полной мере насладиться им.